Раз уже вас заинтересовала судьба зеленых насаждений, мы сегодня студию позвали главную по кустам и цветам и соснам в нашем стадионе имени Ленина. Да, представляю. Елена Корчевская, ландшафтный дизайнер, руководитель группы зеленого хозяйства, дирекции спортивных сооружений Хабаровского края, введение которого, собственно, находится парковая зона стадиона имени Ленина. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, давайте начнем с вопроса наших зрителей, которые спрашивали по поводу вырубленных кустарников. Что происходит? Что это за обновление? Эта мера вообще рассматривалась у нас в нашем зеленом хозяйстве уже давно. Ну, наверное, лет пять мы точно начали уже присматриваться. Если уйти немножко дальше, то после 2013 года этой территории управляли краевое предприятие недвижимость, и на этой территории после паводка уже наблюдались большие выпады растений. Они наблюдаются и по сей день, и мы будем еще долго это наблюдать, потому что процесс этот длительный. Ильмовые аллеи, несмотря на то, что ильма, вязы, это достаточно долго такой житель и жизнестойкое растение, но продолжительное время корневая система находилась в воде. И естественно, что постепенно начинает растение умирать, погибать. Ильмы, они жизнестойкие. Когда их подрезаешь, когда за ними ухаживаешь, конечно, они будут пытаться и до последнего показывать себя во всей своей красе, но если мы подходим более глубоко, мы начинаем смотреть, а в каждом через одно растение — это дупла, это рассадники муравьев и, соответственно, других заболеваний и вредителей. Елена, можно я в прерву просто попрошу показать фотографии кустов, которые вы же прислали. Видимо, вы слишком хорошо выполняете свои обязанности. Они выглядят слишком хорошо. Да, вот те ильмовые аллеи, которые подверглись вырубке, они были настолько редкими и настолько сильно зараженными, что мы уже просто вынуждены были сделать. Именно от начала наших ильмовых аллей, начиная от яхт-клуба. Это середина. Конечно, здесь тоже есть растения, которые подвержены этим всем заболеваниям, но, опять же, уходом, стрижкой мы их держим. И пришло время заменять эти растения. К этому нужно относиться нормально. Не нужно видеть нас, врагов. Уж точно мы хотим только благо для нашего стадиона в озеленении. И, конечно, когда это решение было принято, было разрешение управления по охране окружающей среды, потому что это все делается коллегиально, это не быстро делается. То есть согласуется, да? Да, все согласуется. И выбирается тот подходящий момент, потому что мы очень заняты в свой этот вегетативный период растений. И то же самое мы готовим посадочный материал. Я с гордостью говорю о том, что посадочный материал наш, собственно, выращенный. Мы анализировали, какое бы дерево мы хотели продолжить его род. И мы пришли к тому, что абрикос манчжурский, арменика манчжурика, оно у нас практически в единственном экземпляре, в сквере Петра и Февронии произрастает, дает свои плоды. И ему нужно продолжать или рода, как говорится. Были собраны плоды, они в нашем питомничке были высажены. И вот нашим теперь уже саженцам 3 года. Это достаточно среднего размера растения, полтора метра. Абрикос славится тем, что он растет быстро. Это красивое растение, с красивейшим габитусом, с временем цветения, это май-июнь, и еще и плодоношение. Я хочу сказать, что этими абрикосами, которые по городу кое-где растут, наши зрители как раз восхищались. Помнишь, вот та самая женщина, которая возмущалась, что вырубили кусты, перед этим за неделю прислала ролик, где она восхищалась абрикосами. Ну вот, кстати, если вспоминать, например, вот возле Тогу, раз Дудольный миндаль, он, по-моему, правильно называется, вот эти вот цветущие аллеи где-то в начале июня, будет что-то подобное? Будет даже лучше, потому что абрикосы будут не одиноки. Мы им в подножье, мы делаем ярусную посадку. То есть через определенный промежуток у нас высажены будут абрикосы, а между ними будут высажены кустарники, все цветущие, и они у нас будут по аллеям. Одна аллея форзицы, это желтое цветение весеннее, спирея авангута, спирея серая гревшайм, это все цветения очень красивые. Калина бульданеш, то есть все это будет подбито, а на следующий год мы планируем еще нижний ярус подбить многолетними растениями, которые там тоже... Уже сейчас, я понимаю, что деревья растут долго, но уже сейчас вот видно, что у вас огромное разнообразие цветов, и там такая концепция, да? Да, концепцию мы меняли достаточно тоже небыстро. Она была прежде всего подтверждена новым нынешним нашим положением, тема — это и экологические проблемы, и экономический кризис, и желание поближе быть природе, к тому мы и пришли. Природный стиль сейчас на парковых территориях превалирует, и вот эти красивые тоже высадки цветников, которые идут практически все из однолетних растений, у нас они уходят в прошлое. Внолетние растения мы используем, но крайние уже там, в определенных местах, в озонах и так далее. В многолетнем дорога. Ну, это действительно красиво, это интересно наблюдать, и за такими цветниками действительно подойти и порассуждать, поразмышлять — одно удовольствие. Вы знаете, Лене... От сосна останутся? Обязательно. Ну, хвойные растения — это одно из главных растений Дальнего Востока, потому что зимний период очень долгий, и, конечно, нам хочется массы зелёной, пусть хвоя и меняет свой цвет, но всё равно это зелёная масса, и она продолжительно остаётся, и рано начинает уже показывать. Вы знаете, Лена, я просто про что подумал. Вот вы упомянули наводнение 2013 года, соответственно, сейчас попытаются сделать ваши коллеги, вы навести красоту, продолжат наведение красоты на стадионе имени Ленина, но если, не дай бог, повторится ситуация, выдержат ли удар стихии эти растения новые и те, которые есть уже? Ну, конечно, никто не может быть застрахован, потому что стихии разные, и бывают они очень печальные, но я могу отметить одну такую вещь колоссальную. У нас вот наш цветник на чёрном тюльпане, знаменитый, кстати, это символичный цветник в данном изображении, потому что вот эти лучи — это символы салюта победителям, а каждое растение имеет своё значение. Ирисы — это символ мужества и героизма, лилейники, луки, гвоздики и так далее. И после наводнения, а они у нас круглогодично повторяются, когда у нас были высажены только однолетние растения, приходя после такого ливня, мы наблюдаем очень печальную картину, у нас всё снесено, и мы начинаем в июле с изново, как говорится, всё заново. То есть сейчас эти растения стоят как огурцы, они просто держат своими корнями, ни одно не пострадало. То есть задержание влаги, да, это плюс. Вот как раз это говорит об экологичности. И за сухоустойчивый период они тоже держат влагу. Это тоже огромный плюс. Мы не потребляем столько воды для полива уже. У меня два вопроса о двух совершенно других стихиях. О первой мы уже заговорили, когда сформулировали вопрос интерактивного голосования, то есть безудержное желание прогуляться там с собакой. Но понятно, что людей это раздражает, а с точки зрения содержания парка это представляет опасность? Это проблема из проблем и на злобу дня. И очень здорово, что она вот здесь поднята. Да, это действительно для парковой территории урон. Однозначно. Потому что если собака... Мы все любим животных, и у нас у каждого есть собака, и мы выгулим, это замечательно. Но не все понимают, наши собаководы, о том, что собака, когда производит все свои дела, как вы сказали, по-маленькому, по-большому, вот как раз необходимо отлить водой это растение в размере 200 литров, чтобы оно полноценно дальше существовало. Это особенно касается хвойников. Да, хвойники, хвойные растения. Вот можно наблюдать, у нас есть аллея Туй, которую мы привезли в 2016 году. И на Манежной площади они прекрасно себя чувствуют, потому что люди, видимо, ну есть какая-то совестливость, что ли, не дает возможностям там выгуливать открытая площадь. А вот по линиям красным, где, ну вот, просто идет дорога и вот высажены туи, там им все дозволено. И туи там выглядят очень ущербно. Ну а собаки же, они паразиты, хотят именно вот под кустем. Это проблема. И вот в этом году мы выставили очень много позитивных табличек по нашему парку. Они говорят о том, что вы хороший человек и мы благодарим вас за то, что вы нам помогаете. Ну, не допускайте питомца до растения. Если вы уже зашли в парк, ну, я думаю, несложно взять с собой пакет, чтобы убрать. А убрать это еще и для того, что у нас очень многие стали гулять босиком по траве, например, расстилать пледы и садиться туда. Занимаются йогой в том числе. Вот. А если уже ваша собака подошла и подняла ногу, как говорится, то тогда отдернуть ее. Потому что маленькое растение с слабым иммунитетом, оно подвержено просто риску. И никто это не понимает, вот кроме нас. И для нас, говорю, это прям проблема и боль. Ну да, люди обычно считают, что наоборот это удобрение, натуропродукт. На самом деле это едкая-едкая среда, причем по-маленькому еще опаснее, потому что это пакетиком не предусвратить. За одним животным придет другое животное. Это же у них как порука такая, да. И вторая стихия. Люди, собственно, с самого начала испугались, что деревья вырубают якобы из-за якобы строительства там жилого комплекса. Но, возможно, их напугали грандиозные планы вообще благоустройство, центральная набережная, там вот огромное строительство запланировано. Но, как я понял, зеленых зон это никак не касается. Нет, зеленых зон это не касается. Мы стоим грудью, мы не даем, мы тоже боремся. Естественно, когда заходит какое-то строительство, сейчас вот у нас спортивная площадка делается, там будет восполнение. А где она будет? Убирались. А это вот прям недалеко от памятника Ленина большевику. И вот там сейчас загороженная территория. Вот-вот уже откроется. Современный будет спортивный комплекс, современное место отдыха для горожан. И там будет озеленение. Там была вырубка деревьев, но опасных деревьев. Нужно понимать тоже, вырубая эти деревья или кустарники, которые заражены и так далее, они еще и опасны, потому что, например, тополя, общеизвестные, имеют слабую корневую систему. И когда оно более 30 метров, при сильных ветрах были случаи, когда падали даже ветки. И это огромные ветки. И мы это наблюдали и видели. Слава Богу, что все завершалось хорошо. Поэтому, если мы и прибегаем к таким методам, мы однозначно видим, что дерево себя изжило, и нужно с ним прощаться. И взамен его мы высаживаем новое. Еще такой больной для меня вопрос, хотя, когда мы это обсуждали, здесь меня не поддержали. Вот я ненавижу топиарные скульптуры. И в свое время, когда первые как раз у вас появились, помните, где-то медведи стояли на входе, вы не собираетесь их поубирать? Ну, мне кажется, живая зелень все-таки умеет. Стараются иногда, они очень неплохо дополняют. Нет, мы... Ну, я согласна с Вячеславом, что это уже пережиток. И если уж и делать топиарные стрижки, то из живых растений... Да, из живых. Это искусство, и это действительно очень красиво. Но у нас, как говорится, еще до этого руки не дошли. Кто его знает, возможно. А искусственные вещи, да, они действительно глаз режут, и они были на короткое время. Мы их выставляем сейчас только на зимний период, когда мы их уже облачили в белые одежды, как говорится. А нет, зеленые, искусственные мы убираем. Только живое, да. Ну, и давайте вернемся к вопросу интерактивного голосования. Вы бы проголосовали за второй вариант? Я понимаю, что это юридические есть тонкости, не от вас зависит. Я за то, чтобы мы нашим собаководам, конечно же, предложили альтернативу. То есть я понимаю, выходя в парки, выходя вообще на прогулки, им некуда идти. В скверах тоже это недоброжелательно относятся к этому. Вот, поэтому у нас нет четкого запрета, да, и мы это знаем. У нас народный парк, всеобщего посещения, но, по крайней мере, чуточку быть внимательней, добрее к зеленым насаждениям, не быть агрессивными, потому что мы подходим с улыбкой, мы делаем замечания, мы рассказываем. Не все адекватно воспринимают. Очень многие агрессивно, и не хотелось бы этого. Мы плохого не желаем, только добра. Ну, кстати, я смотрю за интерактивным голосованием, сначала второй вариант лидировал процент на 80, потом 70, а сейчас вот потихоньку, потихоньку. Кажется, собаководы у них какой-то общий чат. Да, да, помнишь, как защитники голубей тоже в прошлый раз объединились? А это одни и те же, я подозреваю. Вполне возможно. Да, но, тем не менее, каждый имеет право высказаться, и в рубрике «Глаз народа», если еще сможете позвонить. А пока огромное спасибо, что пришли, приходите чаще, потому что это то, что людей действительно волнует состояние нашего стадиона Мини-Ленина. Это место, которое знают все с детства, видимо, самое любимое в Хабаровске. Ну, одно и источное. Это прямо вот в топ-3 явно входит. В общем, стадион Ленина обновляется, и не пугайтесь, если там исчезнут какие-то растения. Это значит, что появятся другие, лучше просто потерпеть. У нас в гостях была Елена Корчевская, ландшафтный дизайнер, руководитель группы «Зеленого хозяйства», директора спортивного сооружения Хабаровского края. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА